Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В обменных пунктах значительно вырос курс доллара. Карагандинцы бьют тревогу. Резкого роста цен в Карагандинской области не наблюдается. Стоимость продовольственных и других товаров в регионе ниже республиканского уровня. Состоялась пресс-конференция с участием семьи Мусиных, которая стала победителем национального конкурса «Мирилья-Отпасы». В обменных пунктах значительно вырос курс доллара. Карагандинцы бьют тревогу. Покупка составляет 276 тенге, а продажа доходит до 282. В некоторых обменниках уже нет иностранной валюты. На казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 21,4. Еще в прошлую пятницу курс иностранной валюты составлял 250,14 тенге. Внезапный скачок стал последствием того, что в обменниках стоимость продажи возвысилась до неприличных размеров – 282 тенге. Большая часть обменных пунктов уже не имеет в наличии ни иностранной валюты, ни отечественной. Люди в панике. Карагандинцы с ужасом ждут завтрашнего дня, потому что уверены – завтра курс доллара вырастет еще больше. Резкого роста цен в Карагандинской области не наблюдается. Стоимость продовольственных и других товаров в регионе ниже республиканского уровня. Об этом сегодня доложили чиновники Акимова области Нурмухамбету Абдебекову. В областном Акимате обсудили вопрос сдерживания цен. По словам докладчиков, резкого повышения стоимости товаров не наблюдается. Однако динамика роста все же есть. Подорожали сахар, рис, яйца, сыр, белый хлеб и еще некоторые продовольственные продукты. Снижение по картофелю на 3%. По остальным социально значимым продовольственным товарам увеличение цены не наблюдалось. На непродовольственные и платные услуги также остались на прежнем уровне. По словам чиновников, работы по сдерживанию цен идут планомерно. Дефицита товара нет. Со всеми владельцами магазинов и крупных супермаркетов ведутся профилактические беседы. Каждую субботу проходят сельскохозяйственные ярмарки. Там люди могут купить продукты на 15-20% ниже рыночной стоимости. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков поручил чиновникам продолжать следить за ценниками. С представителями сельскохозяйственной промышленности заключаются договора о снижении цен на 10%. В целом ситуация на продукты стабильная. Кроме ценовой политики, в Акимате области обсудили недавнее задержание Акима Сакаровского района Нуржана Абельдина. Глава региона призвал чиновников быть ответственнее за свое поведение. Мы как коллеги и как представители государственных органов власти от этого имеем, к сожалению, вот такой негативный, скажем, в лице общественности факт и резонанс. Нам еще надо будет реабилитироваться по этим фактам за наших бывших, скажем, коллег. Без внимания не должен остаться ни один факт удорожания. С каждым из них нужно детально разбираться, отметил Нурмухамбет Абдебеков. Доклад о ценовой ситуации предоставляется Акиму области трижды в день. Кроме того, на сайте областного Акимата открыт прием сообщений от населения о необоснованном повышении стоимости товаров и услуг. Сегодня состоялась пресс-конференция с участием семьи Мусиных. Напомним, что Чита Мусиных стала победителем национального конкурса «Мириле от Басы». Подробнее расскажет Асель Сазанбаева. 12 сентября 2015 года в городе Астане состоялась торжественная часть фестиваля «Мириле от Басы». Это один из самых ярких душевных патриотических акций, основанных на уважении семейных ценностей, направленных на созидание и объединение. В этом году конкурс стартовал с 1 апреля во всех регионах Казахстана. Супруги Мусины прожили вместе 53 года. У них большая дружная семья, в которой родились 10 детей, 36 внуков и 21 правнук. Глава семьи, будучи пенсионером, принимает активное участие в общественной жизни района. Его супруга Камила награждена подвеской «Алтын-Алка» орденом «Батыр-Ана». Кроме того, семья вносит свой вклад в развитие отечественного сельского хозяйства. В целях поддержки местного населения семья занимается общественной деятельностью. Семейные ценности для меня многого значат. Своей победой в конкурсе я показал пример подрастающему поколению. Желаю нашей стране единства, благополучия и процветания. В соответствии с установленными правилами конкурса победители определялись путем интерактивного голосования. Отбор участников определялся в промежуточных турах в каждом регионе Казахстана. В конкурсе приняли участие казахские семьи, а также представители 19-й национальности и интернациональные семьи. Осель Сознанбаева, Исламбеков, Пан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В 2014 году 147 тысяч пар подали заявление на вступление в брак. В том же году 47 тысяч семей развелись. Такую статистику озвучили представители центра с молодежью на третьем городском форуме «Мы – будущее Казахстана». Что делать и как разрешить семейные проблемы узнавала Лариса Кустоинова. Ежегодный форум, посвященный празднованию Дня Семьи, проводится уже третий раз. С каждым годом все больше молодых пар становятся участниками мероприятия. Семья Кузнецовых узнала о форуме на своем предприятии и решила не оставаться в стороне. Молодая семья в браке уже один год. Очень рады здесь оказаться. Ожидаем узнать что-то новое, возможно, в социальной сфере. Ну и пожелать казахстанцам то, что у нас в сердце. Мы надеемся очень много полезного вынести из этого форума. Участвуем, как сказала моя жена, первый раз. Мы надеемся в будущем будем еще участвовать. Ведущий форума Биржан Алимжанов сам является семейным человеком. Директор Центра по работе с молодежью знает, насколько иногда бывает тяжело уделить время своим родным. Говорит, что данный форум поможет сблизиться членам семьи и молодые пары могут на несколько часов забыть о бытовых проблемах. Главная цель данного мероприятия – это пропаганда традиционных семейных ценностей, обсуждение актуальных проблем молодых семей. Мероприятие проводится в два этапа. 11 сентября проводится неформальная часть, в ходе которого состоится семейный тимбилдинг, а также запись пожеланий молодых семей в честь праздника. На второй день форума для молодых семейных пар провели психологический тренинг на тему навыки эффективного общения в семейных отношениях. Мероприятие завершили диалоговой площадкой и записью видеоролика с поздравлениями в честь праздника Дня Семьи. Все участники форума остались довольны, и многие планируют также принимать участие в следующем году. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В Караганды прошел праздник, посвященный Дню Семьи под названием «Отпасе Олтрига». В конкурсе вместе с молодыми парами приняли участие и семьи, прожившие более 60 лет. Мероприятие взбудоражило общественность и подарило семьям незабываемые положительные эмоции. Тему продолжит Диана Рамазанова. Толиген Арконов и Жукен Искакова в прошлом году отметили 50 лет совместной жизни. Вместе супруги создали образцовую семью, воспитав и вырастив четырех детей и семь внуков. Толиген по профессии преподаватель, а также ветеран труда и войны. За победу в конкурсе благодарит свою супругу, ведь по словам победителя, за каждым великий мужчиной стоит великая женщина. Я Толиген Арконов, а это моя супруга Жукен. В прошлом году мы отметили 50-летие нашей совместной жизни. У нас четверо детей и семь внуков. Вот уже 55 лет я работаю преподавателем. За это время я получил множество наград и заслуг, участвовал в войне. Все эти награды принадлежат моей жене, ведь именно она всегда поддерживала меня. Я считаю, что этот конкурс очень важен для народа. Он напомнил людям о семейных ценностях и традициях. 26 семей изъявили желание продемонстрировать пример сплоченности и единства. Участникам предстояло пройти три этапа к победе. Организаторы конкурса «Общественное объединение движения молодежи за будущее Казахстана» призывают подрастающее поколение к чувству патриотизма, любви к родине и культивированию положительного имиджа образцовой семьи. Каждая семья презентовала свою семью, показывали художественные номера, свои рукоделия и чем они любят заниматься в свободное время. Семьи вместе готовятся и каждый начинает уважать труд друг друга. И подделки рукоделия, которые занимаются семьей вместе, и выступления семейные, они соблюдение обычаев, соблюдение семейных традиций, это позволяет улучшению семейных отношений. Торжественная церемония прошла в трех номинациях. Золотая, серебряная и молодая семья. В каждой из них по три семьи были награждены призовыми местами. Диана Рамазанова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Как сэкономить на продуктах, но при этом быть уверенным в качестве. В Караганде вновь заработала сельскохозяйственная ярмарка. Каждую субботу в пяти торговых точках жители смогут приобрести товары первой необходимости по приемлемым ценам. Особенность этой ярмарки в том, что она продлится до марта 2016 года. Ярмарки проводились одновременно в нескольких местах города. Горожане могли купить мясную, молочную и плодообочную продукцию местных производителей. Более 17 тонн мяса всех видов и более 40 тонн продовольственных продуктов. Все это привезли торговцы Каркаролинского и Женаркинского районов. Хотел бы пригласить наших жителей города Караганды на еженедельный по субботам на ярмарку. Сегодня, именно здесь находимся на юбилейном, здесь сегодня Каркаролинский район, и Женаркинский район, и местные товары производители представляют свои продукции. Ярмарки пользуются большой популярностью среди жителей Караганды. Много людей пришли за покупками в эти выходные. Цены на товар были ниже рыночных на 15-20%, чему горожане были очень рады. И цены устраивают, все хорошо, все дешевле. И спасибо Акимату, что нам помогает эта ярмарка. Мы каждую субботу с приятельницей, с соседкой ходим. Вот сегодня купили картошку, лук, колбасу, мясо, творог. Вот за маслом еще стоим. Спасибо всем. Это очень удобная организация. Подобные ярмарки проводятся во многих городах Карагандинской области. Все это делается для удобства жителей. Перед тем, как товар попадает на прилавки, его проверяют на качество. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Карагандинский областной музей изобразительного искусства организовал выставку молодых художников. Традиционный осенний вернисаж в этом году призван показать с одной стороны творческий рост молодых художников, с другой уровень художественного образования в нашем городе, а также новые идеи для творчества. В настоящее время произведения современного искусства пользуются большой популярностью. В работах можно заметить философские черты, мысли, чувства и настроения авторов. От прочих выставок эту экспозицию отличает особая свобода творческого самовыражения, открытая эмоциональность и радостное восприятие жизни. Выставка получилась очень жизнерадостной, очень светлой, очень солнечной. Такая же, как и погода сегодня на дворе. Посетители вернисажа могли наблюдать, что тематические произведения молодых художников сильно различаются между собой. Здесь есть холсты, написанные по впечатлениям о путешествии, есть размышления о природе человека и предназначении в жизни. Также можно заметить много цветов на холсте и бумаге. Они рассказывают о неповторимой красоте природы. Много натюрмортов, когда автор через предметы рассказывает о своем отношении к жизни. Есть здесь и удивительно чистые, по-детски наивные, но исполненные вполне профессионально графические листы с мечтами и сновидениями, с далекими путешествиями и удивительными друзьями, с неординарно увиденными, почти сказочными животными. Я представила три работы, то есть это три птих. Первая работа, допустим, это описывается «Разрождение коррект-манды», выполнена акрилом на холсте. Вторая работа, это у меня идет «Музыкальные следы намадов», то есть я раскрываю музыкальные особенности посредством искусства, то есть посредством живописи. И третья работа, третья полотна, это у меня три портрета начинающих музыкантов, то есть они выполнены, так сказать, такая спонтанная живопись. То есть и работа велась в целом в течение четырех лет, возможно, то есть сейчас с перерывами. В целом в экспозиции жизнь предстает перед нами как яркая, удивительная, неповторимая драгоценность, представляя себя фантазийным фейерверком художников, которые надо беречь. Хорошо бы, если молодежь сохранила это чувство. Ассель Сазанбаева, Исламбекоспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Мама, папа, я – спортивная семья. По таким девизам прошли соревнования, в котором дружные команды боролись за звание «Самые спортивные семьи». Подробнее вам расскажет наш корреспондент. Областное управление образования совместно с региональным научно-практическим центром «Сарая Аркада Раны» организовали мероприятие среди одаренных школ-интернатов. Более 200 ребят, несмотря на холодную погоду, вышли на спортивное мероприятие в футболках, чтобы заняться спортом. Наши мероприятия областные в мире Львот-Паса – это папа, мама, я, дружная семья, спортивная семья. Проводим мероприятия по трём видам спорта. Это «Весёлые старты», «Эстафета» и «Национальная игра Тугус-Кумалак» и по национальной игре ещё «Асхату». Перед началом семейных состязаний ребята сделали гимнастическую зарядку под зажигательную музыку. Затем семейные команды участников пригласили построиться в линейку и приготовиться к нелёгким спортивным заданиям. Позитивный настрой семейных команд придавал настроение всем окружающим. Не ветер прохладный, вообще было бы супер. Солнышко, чтобы дождик не пошёл. Вообще всё чудесно. Настроение хорошее. Готовы победить. Представляем школу Мурагер. Мы выиграем. Победим. В областном мероприятии в спортивной эстафете приняли участие семь команд. В соревнованиях «Тугус-Кумалак» и «Ассы-Кату» 14 семейных команд. В каждом состязании были три призовых места. Победители наградили дипломами, грамотами и ценными призами. Лариса Кусылинова, Лжас Габасов, Арман Нартаев. Первый карагандинский. Московский цирк порадует маленьких карагандинцев своими талантами. Программу «Карнавал животных» смогли увидеть жители шахтёрской столицы в минувшие выходные. У тех, кто пропустил, есть возможность посетить шоу до 11 октября. Для карагандинцев собрали самые интересные программы с участием не только животных, но и профессиональных артистов цирка. Шоу началось с яркого танца в стиле карнавал. После этого на арену вышла маленькая лошадка по кличке Фантик, которая удивляла всех своими талантами. Артист цирка Юрия Никулина тоже приехал порадовать жителей нашего города незабываемыми представлениями. Клоун Костя смог размешить не только детей, но и взрослых. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Караганда. Мы с удовольствием приехали в ваш город. Меня зовут Костя. Приходите, всё остальное будет сюрприз. Я очень давно уже работаю в цирке, в цирке Никулина, на Цветном бульваре. У нас очень много номеров из Цветного бульвара, из Большого Московского цирка. Очень большая команда. Мы собрали вот такую программу практически со всех московских цирков. Поэтому здесь настолько разные жанры. И акробаты, и жонглёры, и животных очень много. То есть мы собираем для каждого города какую-то уникальную совершенно программу. Именно для вас. Как говорят, собака – друг человека. В московском цирке собаки не только друзья, но ещё и профессиональные артисты. Маленькие зрители были в восторге от выступления. Также с ними можно сделать фото на память. На представление приехали жители и близлежащих городов. Айдбала Успанова вместе со своей внучкой были восхищены мастерством артистов. Цирк нам сегодня очень понравился. Конечно, сколько народу, сколько, ну, праздник нам подарили, конечно, сегодня. Вот я с внучкой пришла, нам сильно понравился, как пони выступал, медведь. Вообще, сегодня очень хороший цирк. Всех приглашаю. Скажи, Аида, тебе нравится? Да, нравится. Ещё придёшь смотреть, представить? Да. Акробаты и гимнасты выступали под куполом цирка без страховки. От профессионализма артистов у зрителей захватывало дыхание. Руслан и Андрей – воздушные гимнасты. В цирке уже много лет. Свою цирковую карьеру они начинали в Казахстане. Теперь гастролируют по многим городам. Вообще, наша карьера – мы артисты Казахстана с Русланом. Но очень часто мы, получается, работаем от России. Потому что мы очень часто ездим на фестивали в Россию. То есть, очень часто нас приглашает именно российская сторона. Вообще, сами начинали в Алмате. И уже не первый раз. Да, не в Алматинском государственном колледже цирковом. После антракта актеры и животные продолжали удивлять и веселить своими номерами. Медведь на мотоцикле, обезьяна-акробат, танцующие лошади и многое другое можно увидеть в Карагандинском цирке каждые выходные в 16.00. Цирк всегда был и остается любимым местом и взрослых, и детей. Московский цирк собрал себе самые интересные номера. Опасные трюки акробатов и веселые представления с животными никого не оставят равнодушными. И еще об одном. Без поражения чемпионами с международного турнира в Омске вернулись наши боксеры. Золото, серебро и бронзу удалось отвоевать карагандинской сборной у 60 спортсменов из шести стран. Казахстан на боксерской арене Омска представляли шесть карагандинских бойцов и пять боксеров Павлодарской области. На противоположном углу ринга спортсмены из Узбекистана, Киргизии, Хорватии, Армении и России. Международный турнир, который проходил с 10 по 12 сентября, собрал 60 сильнейших бойцов в 10 весовых категориях. Ну, были сейчас на международном турнире. Это третий международный турнир в честь двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. Он проходил в городе Омске. Ну, наша команда туда поехала в молодежном составе. Так скажем, молодых ребят обкатывали. Ну, в любом случае, два чемпиона взяли мы. Международный турнир по боксу завершился для карагандинских боксеров на ура. На пьедестал почета вышли все спортсмены, защищавшие честь Карагандинской области. Акнет Болтабаев и Алексей Себастьянов стали чемпионами в своих весовых категориях. Также в копилке у земляков одно серебро и две бронзовые медали. Ну, турнир прошел на высоком уровне. Участвовал в семь странах. За рубеж, Россия, Казахстан, Узбекистан, Армения. Присутствовало много гостей на этом турнире. Это Ксавон, трехкратный липийский чемпион. Потом Валуев был даже чемпионом мира по профессионалам. Ну, и так Курнявка был чемпионом мира. Ну, как бы гостей, народу было очень много на турнире. Бокс развит хорошо в Омске. Ну, болельщиков много было, поддерживали все. Местные бойцы показали настоящий мастер-класс боев. И теперь победители и призеры будут готовиться к очередным соревнованиям. Только уже следующего года. Фариза Олбаева, Жаслав Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Саубов, Бакар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова